здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава мишпатим законы если деньгами сужаешь народ мой бедного у тебя и так далее что значит бедного у тебя нашей недельной главе говорится ведь бедные не вместе с тем кто дает ему в долг они на разных уровнях и вот чтобы это понять я скажу короткую историю был два таких уважаемых человека в польше рэп гидалия и рэп нахум они были самыми богатыми людьми польши эти два еврея решили поженить своих детей и вот они все уже назначено свадьба об оговоренные условия это очень большая свадьба родители большие деньги дают одни и другие но через несколько месяцев тучи сгустились над бизнесом нахума сначала это только слухи потом начали судебные разбирательства но гидалия ждал и смотришь как получится может все таки выкрутиться как это будет но объявлено банкротом был объявлен нахум и вот с тяжелым сердцем рабе гидалия написал нохуму выразил ему свое огромное сочувствие всех несчастьях пожелал преодолеть все что происходит в его жизни а затем перешел к словам написал что учитывая что вы не сможете выполнить взятые на себя обязательно в момент помолки к сожалению нам придется разговаривать помолку однако на удивление рэб нохум отказался до сих пор рэб гидалии была жалость а тут он вообще как что это такое поехал к нему самому предложил тот отказался он говорил слушай поехали в цанс к главе поколения к рэбе из цанса не поеду за какой смысл ехать и так очевидно что не надо расторгать помолку в итоге раб гидалия поехал сам и в пятницу за два часа до шабата он прибыл в цанс его все знали он известный человек его провели сразу к рэбе рэбе говорит что да я знаю мне уже рассказывать что у вас такая история внимательно выслушал его улыбнулся говорит раб гидалия огромная удача у вас все хорошо главное что вы пришли ко мне и стоит поблагодарить за это творца но сейчас не лучший момент чтобы это обсуждать ибо суббота уже наступает давайте на исходы субботы я вам все это ну радуясь раб гидалия отошел от проводника слова помнит одно только великая удача на исходе субботы праведник после авдалы говорит слушайте тот смотрит на так что он езжайте теперь к отцу невесты зайдите его в дом и скажите что поскольку так произошло то все остается помолка в силе расходы и все эти вы берете на себя тишина в комнате такая молча гидалия сидит как пораженный громом говорит наконец я сделаю все как вы велите говорит он праведнику но почему вы изменили свое решение ведь вы только в субботу говорили мне перед субботой совсем другое большой удачи и тут рыба и сан сказал великие слова я не менял решение накануне субботы ты меня просто не понял я стал что удача улыбнулась том что ты именно ты пришел ко мне не отец невесты представь себе каким лицом ты сейчас сидел передо мной если бы не дай бог денег не было у тебя и с тобой собирались пришел ко мне расторгнуть помолку радуйся своей доле благодаря бога за то что это вы удостоили сюда приехать и вот когда тебя о чем-то просят это очень серьезная вещь можно извлечь очень большой урок мудрецы написать когда человека требуется дать что-то помочь поддержать беде что он должен представить себе как было бы если бы в этой ситуации находился он в обратной ситуации и тогда ему будет легче почувствовать и бедного человека и того который нуждается отсюда и отвод на наш вопрос согласно подходу сабы из кельма тора говорит если деньгами будешь служать народу бедного от тебя когда бедный просит чтобы мы помогли надо представлять себе вообще любая помощь когда обращается картину что если бы ты сам пришел нуждался в помощь в помощи суде тогда как бы ты себя чувствовал помоги ближнему и постарайся ощущать его беду так чтобы не так даже надо помочь чтобы чувствовал его виду еще как-то сердцем до написано и тогда все неприятности вот такие вот тебя минует точно это такая большая сгула вообще рабе стамплер говорил что такой секрет нам рассказывал что помощь бедным к примеру невестам да прерывает поступательное движение от болезни к смерти да написано в каббале тот кто помогает бедным невесте с устройством свадьбы отводит от себя исполнение смертного приговора это правда вот давая что-то миру или конкретным людям мы выполняем заповедь или просто там доброе дело окажется что мы делаем сам может быть главную миссию на своей земле нам кажется нет а это так мы меняемся мы меняемся мы меняем самое главное что сделал хороший день мы себя поменяли а маймонит сказал о том что бог может изменить природу человека но он не может или точнее не хочет менять природу человека это человек должен делать сам браха вы от слуха